Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Я продолжаю рассказывать об очень интересном событии, которое проходит в эти дни в Берлине, а именно о втором этапе женского Гран-при Фиде. Ну, как вы знаете, в серии Гран-при по ее итогам, по итогам четырех турниров, причем каждый из участниц участвует в трех из четырех, будут определены два места на очередной следующий турнир претенденток. Что касается нынешнего розыгрыша, то он, этот розыгрыш, эти турниры, точнее сказать, этот турнир заменен матчами, и в финальном поединке, в финальном матче встречаются между собой две китаянки, а именно Лейтензе и Танжуни, а победительница этого соревнования, этого матча выйдет на чемпионку мира Дзюнь Виндзюнь. Но, тем не менее, обе китаянки участвуют в розыгрыше, участвуют в Гран-при, и, в общем-то, если одна из них не выиграет матч, то вторая может через Гран-при попасть в очередной турнир претенденток, если же одна из них выиграет, победительница попадает туда автоматически, даже в случае поражения в матче за мировую шахматную корону. Но это, так сказать, лирическое отступление. Так вот, на втором турнире, как вы знаете, очень уверенно в Мюнхене играла Александра Косинюк, выиграла первые четыре партии, затем, сделав серию ничьих, выиграла еще одну, ну и с результатом плюс пять после девятого тура лидировалась, набрав семь очков. Это очень-очень много. А преследовала ее Хумпи Канеру. И вот я хочу обратить ваше внимание, что в очередном предпоследовательном туре как раз между собой встречались Косинюк с Канеру и Дзагнидзе с Джуньи, с Тань Джуньи. То есть, две партии как раз претенденток на высшие места. Это, безусловно, очень интриговало. Давайте начнем, разумеется, с партии Косинюк-Канеру. Поскольку, если вдруг бы Косинюк проиграл ее, то все в турнирной таблице резко изменилось бы. Но если бы Косинюк выиграла, она просто досрочно гарантировала себе победу. На втором этапе, если бы сыграла в ничью, то, пусть и не де-факто, но де-юро, эта победа была у нее практически в руках. То есть, для того, чтобы в этом случае, в случае ничьей, в партии предпоследнего тура, Кумпи Канеру имела бы шанс догнать Косинюк, она, Канеру, должна была выиграть последнюю партию, а Косинюк проиграть. Ну, сочетание таких обстоятельств маловероятно, хотя, конечно, в жизни случается многое. Первый ход Александра Косинюк на Е4. И вот я хочу просто встать мысленно на место Кумпи Канеру и попытаться понять, вот как она должна была выстраивать свою стратегию для того, чтобы получить реальные шансы без большого риска. Все-таки второе место, это тоже неплохой задел в борьбе за вот эти самые две путевки на турнир претенденток. И хочется все-таки в общем зачете максимально хорошо выступить, а тут проиграешь эту партию черными лидеру, и бог весть, что с тобой случится. Так вот, ну, Александр Косинюк играет с Слон Б5. Вообще интересно, что она, Александр Косинюк, поборница испанской партии. Ход Слон С4 она иногда делает, но все же С4-то реже. Слон Б5, Слон Б5 сыграла здесь Александр Косинюк, и Кумпи Канеру применила вот такое ноу-хау своеобразное. Она взяла на Е4, кажется, что это открытый вариант, безусловно. То есть белые играют Д4, разумеется. Главный ход, главный ответ за черных это Б5, Слон Б3, Д5, взятие на Е5, Слон Е6, открытый вариант. Но здесь уйму ходов, не буду отвлекаться, в сторону уходить. Дело в том, что вместо хода Б5, а к основным вариантам испанской партии, безусловно, Косинюк готова была хорошо. Во всяком случае, что-то имела в виду, что-то имела за душой, что-то готова была предъявить своей сопернице. Но играется Слон Е7. Ход редкий, ход считающийся не самым сильным, но возможным. И вот, опять же, коль скоро Кумпиканеров готовила конкретно данный вариант к данной партии, а Александр Косинюк, безусловно, ничего такого не ожидала, перед Александром Косинюк возникла сложная психологическая дилемма, проблема. Как поступить? Пойти на самое принципиальное продолжение или увести игру немножко в сторону? Основное продолжение за белых это ладья Е1. И теперь, в случае Б5, белые, конечно, могут отступить на Б3, но здесь все у черных более-менее нормально. Получается вот такой вот, получается открытый вариант с не совсем понятно полезным для белых хоном ладья Е1. А ход ладья бьет Е4 сильнейший дает белым, видимо, преимущество некоторое, основание бороться за преимущество. Давайте я покажу некоторые варианты, которые могут возникнуть после этого. Если БА, тогда Д5, а потом белые берут на Е5, у них ясный плюс, вопросов нет. Черные должны сыграть Д5, это основное разветвление, и белые имеют возможность не отступить на Е1, тогда у черных все более-менее нормально после БА, но главный вариант ДЕ, в ходе Е5 ничего существенно не меняет, теперь лучший ход слон Е6, там С4, с идеей взять на А4, рокировка, ферд бьет А4, конь Б4, это позиционная жертва пешки со стороны черных, у них компенсация приличная. У белых все-таки, наверное, получше. Абсолютной компенсации, полной, абсолютно полной компенсации у черных нет, но очень приличная есть, то есть сюда черные готовы были пойти. Это в случае хода ладья Е1. А главный ход конь Е5, и вот здесь у белых действительно лучше. Если ДЕ сыграть, то просто теряются две фигуры за ладью, взять на С6, затем взять на Е7, ну и продолжая этот самый бейн-лайн, подводим итоги. У белых две фигуры за ладью, без даже какой-то пешки, но пешки слабые у черных на А4, на А4, у черных абсолютно безнадежная позиция, сюда идти нельзя, бить на Е4 нельзя, но можно взять на Е5. Белые берут на Е5 ладьей, черные берут на А4, белые играют ферзь Е2, и начинается вот такая игра, а эта позиция считается у белых лучше. В принципе, избежать этой позиции черным трудно. Что-то имело в виду здесь, безусловно, Хумпи Коннеров, анализировало, то есть это основное направление, которого черные должны бояться. Ну вот, например, Ф4, я просто пытаюсь развить, так сказать, тему. Ну, слон Ф6 не то из-за Е5, и белые выиграют двух слонов за ладью, но можно сыграть же 6 против Ф5, выставить так фигуру. Теперь можно пожертвовать пешку, можно сыграть конь С3, иметь инициативу. Ну, если, скажем, слон Д6, тогда ладья бьет Ф5. Если слон Ф6, что такое? Ну, что такое слон Ф6? Ну, тогда белые могут продолжить игру без качества. Скажем, взять на А4, взять на НД5 тоже возможно, взять на Е5, слон Е5. Это позиции у белых лучше. Но белые пожертвовали качество, у них инициатива и так далее. И может быть, что чего-то такого опасалось Александру Костенюк, какой-то заготовки со стороны соперницы, которая изучила то, что она хочет разыграть. И действительно, компенсация, конечно, у белых прекрасная, атака и так далее, и лучшая игра. Но качество жертвовать ситуацией, когда, если вы проиграете, вас догонят, не хочется. Хочется исключить риск. Ну, если здесь все равно сыграли бы не слон Ф6, а слон Д6, скажем, ладья Ж8, тогда там слон Ф4, у белых опять же получше, белые готовы отдать качество в целом ряде вариантов. Но позиция сложная. Это в том случае, если белые пытаются бросить вызов такой. И решила не бросать вызов под молодея один сопернице, не поднимать брошенную перчатку, точнее сказать, а сыграть ДЕ. Так поступил Александр Костенюк, после чего у белых ничего нет. В коньце 5. Ну, хуже у белых тоже нет. Здесь белые отдают слона, и в отличие от берлинских позиций, в случае размен на Д8 и слон Д8, черные не решены рокировки. Черные расставляют фигуры идеальным образом. Скажем, слон Е7, там конь может на Е6 пойти, слон на Е5 или на Ж4 выйти. То есть, у черных получше, а не похуже. Сразу у черных прекрасная игра и шансы на перехват, на выигрыш в этом сложном окончании. Ферзь Е2 сыграл Александр Костенюк, после этого позиция примерно равная. H3, ну, взятие на F3, это значит, ну, в принципе, это равенство. Взятие на F3, ферзь Д5, скажем, как-то так играть. Ну, слон H5. Хумпи Канеро играет на перехват, на попытку захватить инициативу, на то, чтобы... Сейчас, в общем, она поняла, что соперница уступила ей психологически, не пошла с ней на осложнение. Это, опять же, по-спортивному понятно, но у черных все хорошо. Ладья Д1, ферзь С8, слон Е3, конь Е6, конь БД2, слон Ж6, ферзь С4, С5. Ну, можно ли сыграть конь Е4? Если конь Е4, черные играют Б5, и на ферзь Д5 могут сделать ракировку, и важно то, что нельзя взять на С5, по причине С6, и все. Белый ферзь отбрасывается, конь на С5 теряется, а конь скоро нельзя взять эту пешку. Белые должны как-то играть иначе, ну, можно вторнуться на Д7, но ничего там особо белому ферзю не светит. Черные там сыграют как-то ладья Е8 или ладья В8 в той или иной редакции, и начнут перегруппироваться. Но ферзь Д7 вообще нехорошо, потому что висит... Можно, конечно, ферзь Д7 сыграть, наверное, ладья Е8, сразу брать коня на Е4 не стоит, хотя можно и взять. То есть понятно, что ферзь Д7 не то. Я уж начал рассуждать как-то так странновато. Вот, можно сыграть А4 здесь, как поступила Александра Костенюк, то есть она исключить пытается ход Б7, Б5. Да, исключает, но черные ракируют. Теперь опять конь Е4 не то по причине Б5. Теперь можно сыграть Б5, поскольку конь Е4 подвисает, и нельзя дважды взять на Б5 из-за потери этого самого коня. То есть конь Е4 по этой причине не то. Конь Ф1, в другую сторону идет Александр Костенюк, и постепенно, то есть довольно быстро, она получает худшую позицию. Черные разгружаются, ставят ферзя на Е8, дальше можно сыграть или Б5 с Е8, ферзь подготавливает, поддерживает передвижение Б5, или сыграть ладья Д8. И вот после А4 у черных возникает, перед черными встал вопрос, как играть. Можно сыграть А5 сразу, у черных получше, безусловно, получше. Можно сыграть ладья Д8 в начале. В случае размена на Д8, размена, размена, нельзя играть А5, потому что черные дают шаг с Д1 и сбирают на С2. Просто сбирают пешку за бесплатно. А в случае хода короля Х2 можно также вторгнуться с угрозой взятия на С2. Скажем, С3 теперь сыграть А6, и понятно, что у черных лучше. Вопрос, насколько, сколько велики шансы черных на победу. Ну уж очень тускло, бесперспективно смотрится эта позиция за белых. То есть можно было бы сыграть черного ладья Д8 в расчете на размена на Д8, тогда у черных просто лучше. Если сыграть ладья Е1, тогда черные играют А5 в идеальной редакции, перехватили линию Д, хотя, с другой стороны, может, идея черного состоит в том, чтобы ладья должна работать по линии А. В случае Б5, хода, который можно сделать сразу, и Кумбик Аныров, взвесив все за и против, решила сыграть Б5 сразу. Опять же, сказать, что здесь у черных преимущество, ну, лучше у черных. Большое преимущество нет, но преимущество бесспорное. Здесь что важно отметить? В случае А5, белые теперь уже сыграли бы конь Ж5, и ферзь на Е2 стоит с этой точки зрения идеально, как противовес ходу А5. Конь Ж5, на Ж5 можно разменяться, но на А5 пешка подвисает, у белых своя игра. Поэтому А6. Да, белые проскочили ключевое поле, заглали сладачерных на А7, но после взятия-взятия все равно у них хуже. Теперь можно как-то было типа конь А2 или как-то пытаться стоять на месте, но стоять на месте, понимая, ощущая, чувствуя, что у вас хуже, и что соперница постепенно начнет перегруппировываться, ферзя на С6 поставить, куда-то ладья полезет и так далее. Очень противно, и Саша Костенюк решил сыграть С4, проявить активность. После этого хода преимущество черных возрастает. То есть у них появляются простые, достаточно понятные, четкие планы усиления. Взятие-взятие, ладья В8, атакованная пешка, ферзь идет на А2, ферзь Б5, атакованная пешка, ладья Д2, ферзь С6. Сталина хорошую позицию. Хочем, не хочем, а хотим пропустить ладью вперед. Ну вот, ферзь А3, ладья В4, так, по золотой партии, ладья Д1, белые стоят на месте, ничего другого сделать они не могут, ладья А4, ферзь С3, ферзь Стал на В5, план черных понятен, переставить ладью на В4. Позиции белых явно хуже, но сказать, что она плохая, нельзя. Но очень бесперспективная и противная в практическом плане это безусловно. Ну вот слон Е4, зря, наверное, увела коня с поля Ж3 Александра Костенюк, зря она пропустила слона черных на Е4, после чего преимущество черных такое заметное, равно плюс, хорошее черных, перерастает в минус-плюс столбик. Конь Е2, слон Е4, спасибо за то, что дали слону это поле, мысленно сказала Кумпи Ганеру. Теперь лучше было, ну как лучше, формально лучше было сыграть конь Ж3, тогда там ладья С4, можно сыграть ферзь Б7, на Ф3 бить не обязательно сразу, и вот такого рода позиция у черных, ну, столбик. Очень противно у белых, можно заняться выигрышем пешки Х5, простым забором ее с помощью ферзя. У черных идеальное расположение коня на Е6, хорошее расположение слона на Ф8, а белый конь и слон не имеют никаких перспектив. Это вот минусы, такие органические минусы позиции белых. Б3 было сыграно, это вход плохой, в том смысле, что теперь у черных простой план реализации, взятие на Ф3, испортили еще и пешки, сыграли С4, и что очень важно и неприятно для белых, нельзя бить на С4, потому что тогда взятие, ферзь А1, чтобы конь был защищен, теперь ферзь С6, атакован коне, атакован и пешкой Ф3, ферзь проходит на поле Ф3, и все, заканчивается победой черных фигур очень скорой, там ладья Ж4, далее и так далее. Ладья Б2 было сыграно, поэтому. Теперь ферзь Б7, слон наступил, слон С5, ладья Б1, конь Д4. Ну, можно сказать, что все. Просто строка такая, что мало не покажется. И на Б3 висит, и на Ф3 висит. Абсолютно выигрышная позиция у черных. Можно сливать воду, можно опускать занавес. Казалось, что все закончено в этой партии, и Кумпиканару выигрывает партию, догоняет Александру Костенюк. Я уже приготовился к рассказу о том, как же будут проходить, кто с кем встречается в последнем туре, показать параллельную партию и так далее. Но, оказывается, в шахватах случается много чудес. Вот, опять же, мне вспоминалось в этот момент, что не стала играть на выигрыш позицию с плюсом заметным Александра Костенюк в партии предыдущего тура, когда она имела хорошие шансы, лишнюю пешку фактически против Нанадзагнидзе, но она изначально черными настраивалась на ничью, решила все проблемы, пошла на повторение, согласилась на ничью, хотя могла играть на выигрыш позиции объективно невыигрышной, но с шансами на победу. А она согласилась на ничью. Вот, впервые она отвергла дар фортуны, последовав ферзь бьет С1, слон бьет Е1, ферзь бьет Е1, ферзь Д5, ферзь Б4 и ферзь бьет Е5. То есть пошла вот на такое изменение структуры в этом положении кумпи-канеру. Ферзь ВНШ-5 абсолютно выигрышный у черных, и вопросов, в общем, особых не возникает. Что дальше? Ну, ферзь бьет С4, разумеется, кажется, что нужно сыграть, но тогда в этом случае белые дали бы шаг с поля G5, забрали бы на H5, затем забрали бы на F3, ну и все, заканчивается победой черных, поскольку у них две лишних пешки. Хотя, с другой стороны, то, что мы получили как-то в качестве альтернативы, тоже все ясно, все вопросов не возникает, так как после ферзь Б8, хода сделанного Александра Костенюк, позиции столь же безнадежные, столь же безнадежные у белых, как и по ходу того варианта, который я вам продемонстрировал. Ферзь С5 играет здесь Кунбиканеру, это у нее было мало времени, вот важно отметить, она истратила уйму времени на то, чтобы найти наиболее чистый путь к победе. Собственно, к победе ведет много путей, ферзь С5 возможный ход, мне он даже казался самым естественным, самым нормальным, но тогда ферзь А6 с идеей ферзь G6, ну вроде бы черные должны пойти вперед, следует ферзь G6, король отступает, ферзь дает шаг, черные должны, чтобы избежать вечного шага, защититься с помощью ферзь F8, ферзь С6, то есть черные усложгли немножко задачу реализации своего решающего преимущества, но так играть можно. Дело в том, что в случае взятия НЦ3, был бы дан шаг, затем была бы эта пешка на H5, затем была бы сыграна ферзь G3, снова две лишние пешки, пешка F5 прикрывает черного короля от шагов и так далее, вопросов нет. Но находившаяся в цитноте, и что-то такое ей показалось, я уж не знаю, Кунбиканеру сыграла ферзь С6, последовала ферзь G7, и черные сыграли король H7. Ну в чем здесь, так сказать, нюанс, или нюанс состоит в том, что в данном случае, если черные сыграли бы ферзь G5, белые скорее всего отступили на F1, здесь нельзя давать шаг и двигать пешку, поскольку белые прицепятся к черному королю, начнут давать вечный шаг. Это важно отметить, там конкретная угроза ферзь С8, ферзь бьет F5, а если взять пешку на H5, тогда ферзь бьет C3. И времени мало у Кунбиканеру. Она сыграла, поэтому король H7, белые сыграли король H3, уведя короля из-под шага с G5, F4, еще один такой необязательный ход, хотя объективно это уже просто ничья. Ферзь C5, король G8, ферзь дал шаг, ферзь D7, ну, убежать от шагов просто так нельзя, можно поманеврировать, поманеврировать, ну и в конце концов, черные решаются, то есть вынуждены сыграть, закрыться ферзем, или отдать в той или иной редакции, вот на H7 черный король убежал от шагов. Но что дальше? Белые стоят на месте, ждут усиления позиции. Ферзь G5 сыграла Кунбиканеру, после этого ферзь бьет C3, король отступил, ферзь G6, ну и дальше пошли вот такие ходы. Эта позиция, конечно, с лишней пешкой у черных, на одном фланге, но это ничья, это ничья, потому что сдвоенные пешки, в данном случае, согласно овровнению Цовичу, это я шучу, обладают большой статической силой, пробиться невозможно, защищать их белым легко, шахи даются, выиграть невозможно, ну вот как-то вот так вот. То есть при аккуратной защите, безусловно, белых это ничья, и вопросов не возникает. Вот повторение, повторение, есть ли что-то еще? Пока что нет. Я посмотрю, произошло ли что-то в этой партии, может быть, уже зафиксирован результат. Да, зафиксирован результат. Кунбиканеру отчаялась выиграть партию, и была зафиксирована ничья. Еще одно важное событие происходило в партии параллельной, в партии между Танчжуни и Наной Цзагнидзе. Вот я даже думал показывать ее, не показывать. Танчжуни, конечно, играла эту партию не слишком удачно, и довольно уверенно ее Наной Цзагнидзе переиграла. Давайте я не буду тогда растекаться на какие-то частности, на интересные, по-своему, любопытные события, поскольку главное из них все-таки произошло в партии лидера, а именно Александра Костенюк, которая играла, напомню, против единственной своей конкурентки, единственной опасной преследовательницы, а именно Хумбиканеру. Что случилось? Что случилось? То есть, как изменилась ситуация в турнирной таблице? Я уже приготовил, честно говоря, перед началом записи вот такую вот табличку, где первое место для Хумбиканера и Александра Костенюк, но оказалось, что все совсем по-другому обстоит, и Александра Костенюк сохранила единодоречное лидерство, сделав ничью в этой абсолютно безнадежно складывавшейся для нее партии, ну не впервой, конечно, но так уж рельефно, так конкретно, и столь безнадежной, чтобы была позиция ее спасти, но это было, случилось на турнире впервые. Итак, Александр Костенюк лидирует, имея 7,5 очков, единолично лидирует перед последним туром. Хумбиканера на втором месте, на третье вышла Нана Загнидзе, которая выиграла у Танчжуни. Далее на четвертое место Элизабет Драгнани Харико. Я сейчас посмотрю, выиграли Элизабет Пёч у другой китайской шахматистки, Джу Цзюниер. Может быть там что-то случилось, и тогда я уже тоже уточню ситуацию в турнирной таблице. Секундочку. Отступаю, смотрю. Нет, Элизабет Пёч не выиграла, и более того, позиция носит ничейный характер. Это означает, возвращаясь к нашей табличке, что Элизабет Пёч будет делить места с 5 по 7 Жен Саеб Думалик и Танчжуни. Но это не столь принципиально, просто для полноты картины. Итак, 5 и 7 места будут, скорее всего, делить Элизабет Пёч, Жен Саеб Думалик и Танчжуни. Ну что ж, на этом наша предпоследняя программа, посвященная этому турниру, второму этапу, Гран-при Фиде заканчивается. Я скажу пару слов о том, кто с кем будет играть в последнем туре. Это важно. Это было бы особенно важно, если бы Александра Костенюк свою партию проиграла. Ну и сейчас тоже, конечно, любопытно. То есть, Александра Костенюк будет играть черными с Джузиньер, второй китайской шахматисткой, молодой китайской шахматисткой, которая хорошо очень выступила на первом этапе Гран-при, заняла третье место, сейчас проваливается. А Куби Канеру будет играть Танчжуни белыми фигурами. То есть, вообще-то, конечно, возможно какие-то нюансы, но я все-таки думаю, я полагаю, что, скорее всего, Александр Костенюк удастся довольно быстро, опять же, такой прогноз не обязательный, сделать в последнем туре ничью, и в этом случае она обеспечит себе единоличную победу в турнире. Все-таки процент набранных яичков очень велик, плюс 5, напомню еще раз, что плюс 5 в данном случае это означает 7,5 из 11, а я прощаюсь с вами. Но перед тем, как проститься, призываем в очередной раз ставить лайки, подписываться на наш канал тех, кто не сделал этого ранее, и, разумеется, обыгрывать своих соперников, играя с ними в шахматы, как в очном, так и в заочном режиме. А пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»